Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Origins. Ну что ж, поехали. Гримсбург. Жуткие хранители леса будут биться на нашей стороне, но кое-кто из фей переметнулся к врагам, а наших солдат пугают приближающиеся странные звуки. Но хвала Эллини, наш элитный отряд Золотые Луки сумел прорваться мимо вражеских рубежей и закрепиться среди зачарованных домов Гримсбурга. Генерал, мы должны им помочь. Я сделаю все, что от меня зависит. Так, башня, лучника в четвертый уровень, Золотые Луки. Золотые Луки, умелые и дисциплинированные лучники, несущие смерть издалека. Хранители леса. Так, хранители леса, перевеливающие силами природы и защищающие мир. Ага, понял. Так, ну что же, у нас с вами здесь есть вот эти вот растения, которые замедляют врагов и отравляют. Ага, что нам тогда сделать? Волна, сатир-головорез и сатир-гоплит пойдут отсюда, да, с этой стороны. Поэтому давай-ка начнем, наверное, мы с лучников. Вот так. Дальше-то что нам сделать? Наверное, вот здесь поставим еще лучников, я думаю, будет оптимально. Ну и, конечно, нужно поставить нам защиту. Так, все вроде бы. Оревана поставим сюда, в центр. Ну что, ребят, поехали, запускаем. Так. Сатиры-головорезы. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй, пока мы тут с одним разберемся. Ладно, пока все идет как нужно. Надеюсь, они не смогут здесь пройти. Но если что, Ореван тут начнет сжарить. Молодец. Ну, когда эти цветочки-то у нас наполнятся своей силой. В конце-то концов. Сколько ждать-то можно? Во, наконец-то. Давай травить. Тут тоже. Так, и будем. Кто такой? Бабуля, ты что тут делаешь? Так, мага, я думаю, надо поставить нам. Бабуля, я не понял, а в чем прикол? Не знаю, ребята. Что-то бубнит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ладно. Расправились. Молодцы, красавцы. Давай-ка я сюда, наверное, помощь себе позову. Опа-на. А это у нас кто? Генерал, что ли, да? Да, ребята, это у нас генерал. Я его так пробить даже не смог. Эй! Слушай, это серьезная заявочка на самом деле. А это кто такой? Кто это был? Сейчас. А, это три поросенка. Это же из мультика. Ну да. Соломенный дом, деревянный дом и каменный дом. Так, главаря надо поджарить. Так, он вызывает подкрепление. Слушай, нам нужны волшебные лучники здесь, скорее всего. Как можно быстрее нам нужно их поставить. И они будут нам хорошо здесь помогать. Ну. Деньги, деньги. Где мои монетки? Твою же налево. Пока этих денег дождешься. Так, у меня молнии нету, друзья мои. А реваны подбили. Серьезно, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сможем ли мы здесь, ребята, с вами простоять? Давай так вот попробуем. Поддержку. Мне нужна молния. Слушай, друзья мои, я тебе скажу одно. Что-то как-то уже больно сложно здесь. Все идет. Какой там нефилим. Никаких нефилимов. Я так понимаю, ребят, здесь нужно этого волка выловить, да? Чтобы он не сдул эти домики. Это будет, видимо, какая-то анчивка. Или достижение. Так. 230 монет. Что-то как-то вот кисло у нас тут. По башням все идет, если честно. Может быть, нам... Давай-ка мы вот так вот сделаем. Пускай они хотя бы, ребята, здесь удерживают противников. В этот момент башни будут бомбить. Так. Что это? Угрюмка. Назойливые темные феи. Плодящиеся с неприличной скоростью. Летает высокая скорость самопроизводства. В плане самопроизводства. Сами себя производят, что ли? Эй, друзья, так дело не пойдет. Хорош. Они действительно сами себя производят. Ну, лучники их быстренько что-то чикают. Это хорошо. Слушай, а может быть, нам с вами поставить, ребята... Да ну, хорош. Так, я их, наверное, сейчас вот здесь попробую подловить. Хотя, смотрите... Ой, нет, их много тут. Давай вот так вот сделаем. Не нравятся мне эти угрюмки. Я тебе серьезно говорю. Угрюмки. На-ка, получи. Да хорош, сколько вас там, а? Эй. Друзья мои, мы так не договаривались. Давай вот так вот сделаем. Не филим. Что-то я больше не вижу здесь волка, ребят. Куда он делся? О, нам нужны хранители леса, наверное, мы с вами сделаем. Так. Так. Стоять, бояться. Шикарно. Следующая волна. Ну, елки-палки. Истязатели у нас идут сумречные. Это у нас лучники, да? Да и к тому же неплохие бойцы. Хм. Будем, наверное, с вами прокачивать вот этого мага. Так, Ариван, давай, помогай, помогай, помогай. Хорошо, по красоте. Да, хорош тут уже призывать-то своих этих юнцов. Давай еще траванем. Ариван, отойди. Родной. Блин, я даже не знаю, что нам здесь делать. Мы с вами, наверное, сделаем дикого мага сейчас. Попытаемся, да? Слушай, хорош. Наплодил там своих этих упырей. Бесов. Так, дикий маг. Дикий маг, я думаю, будет неплохо здесь зажигать, бомбить. А это еще кто? Сумречный каратель. Властелительница тьмы и боли, чьи союзники боятся ее плети больше, чем врагов. Высокое сопротивление магии ускаляет союзников. При гибели проклинает башни. Да? А как насчет отравления? Сразу видно, что у нее большая сопротивляемость к магии. Значит, ее нужно стрелками, да, бомбить, судя по всему. Хе-хе. Давай еще немножко ее траванем, чтобы было ей неповадно. То есть, а реван здесь против нее будет слабоват. Я понял. Еще одна ползет. Ребят, еще одна ползет. Так, маг. Мне нужен, ребята, маг дикий. А вот сюда? Или вот сюда лучше поставим, наверное, с вами друида. Эй-эй-эй-эй-эй! Блин, как же вы ускоряетесь-то, а? Это все вот эти вот бабки. Да, делают такую вещь противную. Но лучники-то неплохо бомбят. Очень даже хорошо, я скажу тебе. Так, я до дикого мага доживу. Че это такое летит? Че это такое? А-а-а! Понял. Я не могу использовать теперь башни. Здорово просто. Это просто здорово. Маг, ну сколько ждать? Можно, а? Ну сколько можно ждать? Есть. Вот так вот. Следующий будет у нас, наверное, друид. Я думаю, что вот здесь, наверное, нам... Вот здесь вот надо что-то поставить. Чтобы и вот эту дорожку бомбить, и вот эту на всякий случай, да? Так, давай-ка мы, наверное, сейчас траванем. Вот так вот. И расстреливаем как можно быстрее. Так, а вот кого сюда нам лучше влепить? Мага? Давайте, наверное, стрелков. Потому что здесь враги идут с высокой сопротивляемостью к магии. Эй-эй-эй-эй-эй. Справимся мы? Я надеюсь, справимся. Так, тихо. Молния, если что, ребят, я... Давай. Мне пришлось так сделать. Давай, лучнички родные мои. Так. Этих будем травить? Или так расстреляем? Наверное, так сможем, да? Справиться. Хорошо. Слегли, роднули. Так, ну что же. Подбили. О, тупыри что делают, а? Золотые луки. Может быть, золотой лук нам здесь, ребята, сделать? Хотя бы один, а? Что скажешь? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Потише. Или же нам прокачать... Вояк. Слушай, давай вояк, наверное, лучше сделаем. Ну-ну-ну, молодцы. Так, здесь угрюмка и сатир-головорез. Угрюмка. А, это эти у нас, летающие, да? Мы их будем с вами травить, если что. Я думаю, что это будет оптимально для нас. Золотые луки. Умелые и дисциплинированные лучники, несущие смерть издалека. Посмотрим, как они несут смерть издалека. Мне так лично очень интересно на это посмотреть. Кстати, скоро седьмой уровень мы с вами получим. Эть! Давай-давай-давай-давай-давай, уничтожаем их всех. Нормуль. Прокачиваем золотые луки. Так, алый приговор. Каждый выстрел может прикончить врага. Вот это круто, кстати. А это... Отмеченная цель получает вдвое больше урона в течение пяти секунд. Кстати, тоже имбово. Но ценник тоже имбовый. Смотри. Так, тихо-тихо-тихо. И угрюмки. Нифига он бомбит. Действительно у него... Ого! Радиус! Хе-хей! Ники-ску... Это что такое? Это... Это что? Ари-ван, давай иди сюда. Смотри, что они творят. Блин, угрюмки ползут. Их тут очень много, друзья мои. Очень много. Давайте травить их всех. Вот так. Ай, по красоте-то как. Захотели чего? Так, хранители леса. Повелевающие силами природы и защищающие мир. Надеюсь, я это не зря сделал. Восстанавливать себе и ближайшим союзникам 80 очков здоровья за 4 секунды. Ага. Понятно. Так, мне бы прокачать вот это вот. Каждый выстрел может прикончить врага. Приговор, короче, алый. А здесь нет... А, нет, вот, вот это вот может нам помочь. Давай травить. А они, смотри, что делают. Твою же налево. Мне это совсем не нравится. Хорошо, ари-ван тут вжаривает. Прям по красоте. Других слов и быть не может. Давай-ка мы его сюда, наверное, переместим. Ой, погоди, погоди, погоди. Нет, 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 никто не пройдет. Да что ж ты будешь делать? Смотри, что делают, а. Они хитрят. Это не честно было. Алый приговор. И вот так вот. Хотя бы по одному, ребята, уровню прокачаем. Слушай, ну отнимает за рули неплохо. Правда, как-то мне кажется, медленно он стреляет. Теперь мы, наверное, вот здесь с вами прокачаем казармы лесных братьев. Или же не будем? Или будем? Не знаю даже. Одно радует, что, ребята, они могут стрелять. Мои бойцы могут стрелять. И это круто. Так. Хотелось бы, конечно, еще и друида прокачать. Так, этого пометили, да, хламона? Он должен вдвое больше урона получать. Ну, я что-то не вижу. Тихо, тихо, тихо. Стоять бояться я тебе говорю. Да сколько вас тут прет-то, эй! Молодец, Ариван. Родной мой. Не пропускаем ни одного. Дай-ка я вот так вот выпущу. Смерч вот этот вот. Сколько у нас? 288 монет. Слушай, ну это все очень... Сатир-головорез. Опять угрюмки. Опять, ребята, здесь угрюмки. Так, давай-ка я их отравлю, наверное. Этих угрюмок. Еще. Армия, да, ползет? Ну, я с ними сейчас быстренько разберусь. Будем их отравить. Чтобы не плодились они здесь. Так, а здесь еще фокусы. Они уже и с этой стороны ползут. А ты посмотри. Они уже и с этой стороны ползут, так что... О, друзья мои. Будет сейчас жарко, я чувствую. Эй! Тут я, наверное, не справлюсь уже, да? Не смогу расстрелять их. Победи 100 угрюмок, не дав им разделиться. Хе, ничего себе. Заданецы было. Опять, да сколько же у вас угрюмки эти, а? Сколько тут? Целая уж куча. Уж больно много. Так, давай попробуем с вами прокачать здесь дикого мага. Так, а нужно нам вот это вот. На 10 секунд лишает одного врага волшебных способностей. По идее, как бы нужно. Особенно против тех, которые с плетками у нас появляются. Ладно, это чуть позже. Надо вот этих вот, ребят, лесных братьев нам, наверное, докачать. Вот они! Ага, идут, ползут. Ты смотри, что сделал. Взял мне башню и ликвидировал, а? На время, правда. Но все равно неприятно. А я буду их травить. Там еще идут. Что нам делать? Давай-ка мы, наверное, здесь поющие клинки поставим. Нет, 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 нет. Смотри, что происходит. И здесь, и здесь со всех сторон нападают. Я думаю, что, наверное, тут нам надо применять. Или нет? Справимся? Справились. Красавцы вы мои. Да сколько же их ползет-то здесь, а? Ореван молодец, красавец. Он замораживает их просто божественно. А вот это уже плохо. Или клинки справятся? Отважно они, конечно, там борются у меня. Очень отважно. Красота ты моя ненаглядная. Тут вас слишком, по-моему, много. Ой-ой-ой, сколько, ребята, душ. Смотри. И каждая душа ликвидирует мне одну из башен. То есть, воспользоваться я не могу. Вот при боссах это будет просто трындец. Ты представляешь, идет босс, а у тебя не работают башни. Что тебе делать остается? Ничего. Кто? Брандашмык. Злобное и шустрое существо. Мало кто видел его, но все его боятся заранее. Высокая скорость, атака с уроном по площади. Нельзя замедлить. А отравить можно? Непонятно. Ну, слушай, пока он там докатится... Пссс. Ватник какой-то. Хе-хе-хе. Так, здесь нам нужно прокачать поток стрел. Это я сделаю сейчас. Нужно только... Подкопить маленечко нам денег. Зажигай. Опять брандашмык этот катится. Давай-ка я его... Ать! Маленечко вот так вот. Давай-давай-давай, друзья мои. Сразу взорвался. Так, 10 шанс процентов получить неуязвимость. Давай, конечно. Неуязвимость это хорошо. Куда вы опять поползли, а? Хе-хе, один не успел. Тут-то, кстати, у нас что? Покрывает область колючими лианами, которые на 4 секунды замедляют и ранят врагов. Слушай, имба. Сейчас будем делать головорезы. Надеюсь, угромок тут не будет больше. Ну что ты, что ты ползешь. Каратель сумеречный. Как-то вот, ребят, я не вижу, чтобы она вот эта вот башня убивала всех с одного удара, как там было заявлено. Что-то не происходит такого. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, маги, жарьте. Как в последний раз. Кстати, я спрашивал, нужна ли нам вот эта вот магия? Нужна, ребят. Знаете почему? Потому что вот этот вот у нас призывает демонов, да? А когда мы немоту вешаем, то, конечно же, он уже ничего не сможет сделать. Так что немота нам нужна. Так, попробуем еще прокачать. Тихо, 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 тихо. Что так много от вас? Эй! Со всех щелей. Откуда только можно ползать? Посмотри. Ну. Друида не могу прокачать до сих пор. Денег не хватает. Триста семьдесят пять монет нужно на все эти дела. Ладно, сейчас постараемся с вами это сделать. Ну-ну-ну, добей, добей, добей. Отлично. Уже следующая волна. Я еще с этой-то не справился. Они уже отправляют на меня тут. Так, травить. Обязательно травить этих олухов всех. Ну что, друид, ты дождался? Так, медведи рунные, да? Медведи рунные. Так, брондашмык катится. Шикарно. Так, рунные медведи. А где? Ага, вот. Прикольно. Так, второго давай вызовем. Так, проклинает врага, причиняя 35% полученного им урона остальным противникам. Вот этого я что-то не могу никак понять. Что это такое? 35% полученного им урона остальным передает. Ну, в любом случае, нужно попробовать. Ай, как смачно тут выходит все. Так, лианы, да? Мрачный садовник. Прокачаем. Может пригодится. Брондашмыга, ты достал уже. Ох ты. И покатился, и покатился. Но не докатился. На нашу голову. И к счастью. Так, можно прокачивать всех тут. Так, тут не моту. Бабка, я тебя не вызывал. Я хотел сюда кликнуть. Вышла она где-то. Недовольный что-то опять бубнит. Красота. Друид, конечно. Молодец. Бомбит. И медведи помогают очень неплохо. Давай-ка вот сюда. Так, а это у нас улучшенные копья хранителей леса наносит 90 очков чистого урона. 90 очков. Кстати, это очень круто. 125 потом будет. Слушай, мне кажется, надо сюда еще, наверное, поставить клинки. Пускай у нас будут здесь клинки. В помощь пойдут нам. Хорош вам бежать-то здесь. Сломя голову, а. Травим всех бессчадно. Оу, что так много-то у вас тут? Так, ну-ка я влеплю. Всех покоцали. Абсолютно. Так, ну что. Мои хранители леса вроде бы немножко прокачались. Капельку совсем. И будем теперь клинков сюда вот выставлять. Знаешь, что мне не устраивает? Почему здесь всего лишь два хранителя леса? Обычно же по три юнита вызывается, да? Вот как вот поющие клинки. А здесь почему-то два только. Угрюмка, что ли, полетит? По-моему, ребят, полетит угрюмка, да? Вот она. Угрюмка эта. Конечно, травить их всех тут. Беспощадно. Так. О, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Чё-то я чуть не проворонил. Так, взорвали. Ха, какие дряни фени. Так, смотри, ползут. Ползут в наглую. Причём ко мне сюда. Со всех сторон. Ай, друид, красота. Просто всех их чикает. Угрюмка! А если я вот так сделаю, а? Слушай, да шторм просто их всех рвёт, этих угрюмок. Так что можно было и не переживать. Так, а здесь уже приближается серьёзный противник. Ну, порвём мы его. Уже порвали. Раз. Так, клинки-то у меня появятся здесь или нет? Дойдёт до них очередь? Слушай, ну здесь как-то вот уровни намного дольше идут, да? Чем в том же самом фронтирсе. 275. Давай, я жду, жду, жду. О! Клинки плюс вот эти вот наши лесные хранители. Да это вообще имба сейчас будет. Ариван, ты, главное, не падай. Живи у меня там. Шикарно. Вот сюда можно что влепить? Я... Так, угрюмки. Чуть было не прозевакал этот момент. Сюда можно поставить, наверное, нам лучников. Потому что маги у нас уже есть. Так. Здесь докачаем. Тут. И вот это, наверное, да? Прокачаем с вами поток стрел. Или же всё-таки будем прокачивать... Да, ребят. Я даже не заметил, что это у нас была последняя волна, оказывается. Увлёкся, ёлки-палки, своими прокачками. Так, ну что, друзья. Мы здесь с вами прочапали на три звёздочки. И... Возле какого-то озерца мы с вами остановились. О, можно прокачаться маленечко. Так, ну-ка. Увеличивает радиус атаки друида. Маг получает небольшой шанс нанести троекратный урон. Троекратный урон. Давай сделаем. И радиус атаки друида тоже, наверное, прокачаем. Или же казармы выдают бойцам улучшенную броню. У оптных защитников больше здоровья. И они лучше вооружены. Но это вспомогалка, да? Вспомогалку, кстати, тоже нужно прокачивать. Иногда очень нам круто она помогает. Реваша, родной ты мой. Не могу. Пять очков нужно. Ничего себе. Магу создает два каменных щита, укрывающих Оливана от 70 очков урона. Замораживает врага на 6 секунд, нанося 65 очков урона холодом. Вот так вот я сделаю, пожалуй. Да? Ну что, друзья, давайте, наверное, следующий уровень попробуем пройти. И это у нас Кристальное озеро. Наши друзья-друиды взволновались, услышав о Кристальном озере. Они шепчутся о каком-то Груцланге. Но рассказывать о нем не хотят. Мы отправили разведчиков на поиски высших эльфийских магов, изучающих магию кристаллов. Во имя света. Только бы они успели вовремя. Враги уже близко, и нам надо удвоить старания, чтобы добраться до нечестного двора, пока наши силы не иссякли. Да, действительно, какое-то озеро. Так, высший маг. Высшие маги эльфов создают мощные тройные заряды. Ощутите вкус чар. Телькисир. Телькисир, это же у нас, по-моему, из Варкрафта. Так, озеро. Слушай, а здесь случайно не будет никакого босса? Так, это что у нас такое? Вывести дракона. Выпустить волшебного дракона, чтобы заточить врагов в камне. Увеличивает время кристаллизации. С одной секунды до полутора. Так, сатир, головорез. Так, что нам здесь надо сделать? Я не знаю, нужны ли нам эти драконы? Фиг узнает, ребят, я не знаю. Не так уж много денег. Ну ладно, давай попробуем. Может, как-то помогут мне. Ну что, сюда поставим казарму. Самую простенькую. Так, для поддержания штанов. Не собирался я прокачивать, если честно. Так, сюда можно влепить лучников. Кстати, сюда нам тоже придется их влепить. Ну, давай. Все, друзья мои, поехали, посмотрим. Какие-то камни рунные. У нас паучки здесь бегут, там пойдут сатиры. Ари, ваша вся надежда на тебя. А что эти дракончики делают? А, просто их останавливают, да? Ой, это что там такое было? Ребят, там какая-то штука плавает. Только не говорите, что это уровень с боссом, а? Я его смоляю. Ой-ой-ой, как тут все быстро началось в них. Давай прокачивать лукарей. Слушай, поддержка нам здесь нужна. Слушай, что-то как-то, по-моему, у вас тут многовато слишком. Я только начал играть, уже все, жесть какая-то пошла. Кто там у нас? Угрюмка! Погоди-ка, а как я буду с ней бороться, с угрюмкой? Я молнию потратил. Видимо, зря. И у меня здесь всего лишь одна башня лучников. Да они же сейчас тут... Ох, они же сейчас тут расплодятся. Ну-ка посмотрим. Друзья мои бомбят? Нет. Стрелять они не могут. Ну и как, Ореланд? Вся надежда на тебя, ты у нас маг. Я еще по-быстренькому попробую установить здесь. Да куда ж ты переключился-то? Угрюмок, угрюм... По-моему, ребята фейл. Они пролетят здесь. Пауки тут еще меня отвлекают. А угрюмка за угрюмкой летит. Их тут все, много-много-много становится. Дракончики, ну... Хоть как-то, я не знаю, помогайте мне, что ли. Хоть что-нибудь тут делать. Пауки, вы достали. На вас мой Ореланд отвлекается. А как я тут должен... Давай так попробуем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не пролетите. Я уж тут не знаю, ребята, я... Стараюсь как могу. Давай еще поставим башню лучников. Нет-нет-нет-нет. Во! Спасение мое. Откатилось. Да, пришлось на угрюмок это потратить. Я сам не знаю, зачем. Тут паучки опять ползут. Так, волшебные лучники. Мне они нужны. Тут сатиры бегут. Тут... А на сколько секунд... До двух секунд могут, да, ребята, врагов? Что? Что ты там сделал? Даже некогда было... А, понял, в камень. Превратил башни. Твою ж налево, ничего себе ты даешь. Завязывай. Какой-то там, я не знаю, ребята, Левиафан был. Я могу его только так назвать. Что это за пауки у нас у... Здоровые какие-то появились. Ага. Так, это что такое? Красный колпак. Злобные карлики, вооруженные огромными косами, живут ради того, чтобы убивать. Высокая скорость, смертельный удар. Твою ж... Вылезли они из водопада мне. Ты посмотри. Что делать-то будем, друзья мои? Нам, наверное, нужны маги здесь. Хоть какие-нибудь. Так, я надеюсь, эти карлики не смогут пройти здесь. Смертельный удар. То есть, они могут чисто критануть, да, и моего, например, персонажика бомбануть. Судя по всему, так выходит. Ну, куда ты, Ореван, потратил, а? Надо было... Ладно. Что опять? Ты достал со своим зловонным дыханием здесь? Ты просто достал. Так, маг, это все понятно. В общем, ребята, здесь нам, скорее всего, друид, наверное, не понадобится. Или понадобится. Ты видел, что он сейчас сделал, этот карлик? А как он хиляется-то, а? Опять? Вы когда-нибудь закончите бегать или нет? Или будете меня нервировать сегодня? Всю игру. И тут уже побежали, а? Посмотри на этих карликов. Злобных. Ну-ка. Давай. Что? Здравствуйте, приплыли. Блин. Ну так, мы так не договаривались. Мы так не договаривались. Вы что делаете, эй? Ты прикинь, он взял здесь, продул проход. Ребята, и они теперь идут. Нормуль? Лучше не придумаешь. Лучше, блин, не придумаешь. Со всех щелей ползут враги. Ну-ка. Попробуем здесь. А что ж тогда делать-то нам? Ну, лучики-то, понятно. Значит, вот сюда мы еще с вами влепим. Хотя здесь, наверное, лучше было бы друида влепить. Вот что я подумал сейчас. Я вначале делаю, а потом думаю. Вот так всегда. Вот сюда тогда влепим друида мы с вами, да? Наверное. Или вот сюда лучше. Нет, все-таки сюда. Чтобы мы и здесь могли доставать, и вот здесь. Да, вот сюда я поставлю его. Кто там дальше? Красный колпак и... Брандашмык. Это же этот, да? Шипастый ежик у нас. Брандашмык. Так, дракончики пошли его в камень, да? Ну, хоть на этом спасибо. Ой-ой-ой, какой он живучий. Слушай, вот это вот меня достало фигня. Которая тут мои башни, видите ли, превращает в камень. Это не дело, друзья мои. Это не дело. Брандашмык готов. Так, друид. Давай, наверное, друида прокачивать будем. Тут нам нужны потоки стрел. Опять угрюмка. Твою ж налево. Угрюмка, а здесь сумеречный истязатель. Как нам быть? Надо угрюмок бомбить. Вызываю следующую волну. Истязатели ползут, да? Слушай, нам нужно, ребята, поток стрел прокачивать. Это массовая атака, да? Наносящаяся 80 единиц урона по площади. Как раз против угрюмок вообще зашло бы. 200 монет. Надо прокачивать. Надо прокачивать. Ну, что тут происходит? Эй! Вот этого я и боялся. Что так оно и будет. Мои лучники будут отвлекаться на вот этих юнитов, да? Истязателей. А угрюмка будет здесь спокойно пролетать. А оно, в принципе, так и происходит. Тыч! Угрюмку вали! Мое! Ну, давай. Эти слабые лучники пока. Ну, стараются, конечно, но... Ну, как-то плохо получается. Ареван, ну, надо было вот сюда вот вжарить. Хотя нет, пока вроде бы справляемся. О! У нас везде, ребята, будут с вами лучники, которые выпускают по две стрелы. Убейте 50 летающих врагов магическими стрелами. Я постарался это сделать. Теперь тут паучки поперли. Поперли паучки. Блин, вот этот паук бесявый, да? Паутинник, который, по-моему, в кокон заворачивает наших юнитов. Вот, проверим. Да-да-да, это именно он. Так, ну что, друид, надо нам с тобой прокачаться. Еще 375. Это чтобы прокачаться, ребята, нам. А потом прокачивать скиллы. Слушай, может быть, дракончиков вот этих вот докачать? Все-таки 2 секунды в окаменении, это неплохое подспорье, да? Так, погоди-ка. Давай вот так вот. Нет-нет-нет-нет-нет. Ты посмотри, какой мощный, а? Угрюмка, ты мощный. Ой, угрюмка. Брандашмык. Так, сокрушите 5 брондашмыков обычным уроном. Неужели у меня получился обычным уроном? Я завалил его. Достижение. Так, что мы сделаем? Хранителя леса, я думаю, наверное, да? Мне они понравились. Неплохие ребята. Так, тут у нас... Кто? Сумеречный мститель. Элитные воины в мрачных доспехах, обрушивающие проклятие на голову врагов. Очень высокая защита. Взрывное проклятие. И снижена защита в ближнем бою. Снижена защита в ближнем бою. Вот оно что, да? То есть, издалека они мощные, а в рукопашку они слабаки. Понятно. Ну, дайте мне денег-то. Ты что-то будешь делать? Ты смотри, опять что-то. Три башни просто мне взял и в камень превратил. Я даже не знаю, но... Нет, не буду я пока тратить. Давай-давай, Ариван, не пропускаем никого. Слушай, может быть... Нет, не буду я золотой лук качать. Будут у нас волшебные лучники. Я не вижу, чтобы он в рукопашке был слабеньким. Абсолютно я этого не вижу. Обманули меня, да? Как всегда. Ну. Смотри, сколько в него бомбит. Ему пофиг. Стоит там. Даже не шелохнется. Дайте мне прокачать этот... Этот вот... Этот вот лук. Ё-моё. Ну, есть. Так, следующий у нас, наверное, будет с вами прокачиваться друид. Потому что вот здесь у нас очень... Вот здесь вот слабая защита. Здесь более-менее еще. Ну, тут вообще никуда не годится. Ну, тут две дорожки, да? Даже три, я бы сказал бы. А тут всего лишь две. Что ты натворил, Ирод? Друзья мои, я такого не ожидал. Я такого не ожидал. Блин, а как мне теперь... Как мне быть? Мне придется теперь сюда кого-то ставить под защиту. Ты посмотри, он мне что сделал. Вот так-то. Кто-нибудь это предполагал? Я лично нет. Твою же налево. И что мне прикажется теперь делать? Как быть? Да! Ариван, тебе придется, наверное, вот здесь вот стоять уже посередине. Твою же маковку. 144 монеты нужно. Это только будет первая прокачка. Да! А они бегут сюда. Я думал, они не пойдут. Нет, они идут. Ариван, давай быстрее сюда. Переходи. Будем... Да что такое-то? Черт подери. Дракончики, наверное, надо прокачивать вас, судя по всему. До двух секунд, чтобы в окаменении эти олухи стояли. Другого варианта я пока не вижу. Так. Тут у нас истязатели и сатиры-головорезы побегут. До друида, походу, дело очередь вообще не дойдет. До его прокачки. А тут... Так. Продержите обычного врага в кристалле более 10 секунд. Ничего себе. Достижение тут. За всякую ерунду получаешь. Так, паутинники бегут. Они не прокачаны. 200 монет. Давай в камень их всех. Друид, бомби камнями своими волонами. Я надеюсь, он тут ничего больше, никаких дорожек новых не откроет мне. Мне этого за глаза, если честно. Да, друзья мои. Что творит? Ну-ка, выпускаем. Ариван, иди сюда. Ты же видишь, что происходит. Теп, парасаты. Да че ж так жестко-то? Какого лешего вы творите? Упыри. Так, где у нас еще нужна прокачка, ребят? Эти лучники тоже не прокачаны еще. Опять паутинник бежит. Короче, давай мы сделаем... Нет, друидов, наверное, не будем мы трогать. Хотя, вот сюда немножко я их смещу. Ну! Да какого лешего? Ариван, иди сюда. Прошел один хмырь, а. Да, зря я, конечно, друидов убрал отсюда. Не надо было этого делать. Ну, где следующая волна? Что за затишье перед бурей? А, вот. Вот они. Колпаки, да? Красные. Ладно, хорошо. Красные колпаки, это вроде ерунда. Шмыга еще побежал здесь. Ну, ты смотри, ну, это разве, ребят, не специально, а, сделано? Как это вот можно назвать? И он идет, ебино, сюда. Ариван, погнали. Еще шмыга один бежит. Ну, я считаю, что это нечестно, друзья мои. Ну, ты посмотри, он просто башню за башней замораживает меня, и я ничего сделать не могу. А мне надо драться с противниками. Ну, как, как тут быть? Еще шмыга бежит. Ариван сейчас погибнет, нет? Нет, выжил. Так, давай, ребята, прокачивать здесь наших бойцов. Наверное, поющие клинки я на этот раз поставлю сюда. Шмыгу только добьем. Если успеем. Так, давай, 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 давай. Влупляем, влупляем. Зачем я прорезвал еще одну волну, а? Вот я дурень. Ребят, я хотел просто посмотреть, что это такое. Это еще одна волна. Призывается. Ну, как-то так. Пока. Фух. Друид, срочно медведи нужны мне твои. Срочно. 350 монет. Так, Ариван, давай, помогай. Не буду я пока тратить магию. Тем более, мишки тут уже у нас, если что, помогут, надеюсь. Так, 125, да? До двух секунд. 125. В чем проблема-то? Где деньги? Где прибавка финансов? Е-мое, нет ее никакой тут прибавки финансов. Справимся, как думаешь? Что-то как-то уже вообще тут жесткальше. Ты записался в добровольцы. Я никуда не записывался. Не-не-не в какие добровольцы вообще. Черт подери. Какая тут жесть происходит, а? Ты посмотри. Медведь. Где второй медведь? Вот он. Фух. Твою же налево. Это какая? 13-я волна, да, у нас? Друиды, давайте, родные мои, стойте насмерть. Так, что нам дальше сделать? Пока тут обдумаешь, что нам дальше сделать. Он высылает волну за мной. Красные колпаки. Ладно, с ними мы справимся. Истязатели бегут. Тут прокачать надо. Так, ладно, попробуем, ребят, с вами сделать. Кстати, я только сейчас заметил, что у меня, оказывается, здесь нету магов вообще. Вот маг один. Это слабенько. А нужно было нам дикого мага призвать-то с вами. Вот что я тебе могу сказать. Без него-то будет кисло. Посмотри, вот идет, 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 идет. На храпом просто пробивается. Вот так вот, чтобы знали свое место. Ползунки. Ух ты. А, у нас высший маг эльфов появился же. Ёлки-палки, я совсем забыл. Я про него совсем забыл, ты прикинь. Так, собиратели, забери у поверженного врагов 100 тысяч единиц золота. Ничего себе. Когда это я так успел нахапать-то? Когда я так успел нахапать-то всего этого? Ну, что там у нас? Волшебный часовой призывает магического часового, атакующего ближайших врагов с большого расстояния. Выбрасывает двух врагов с поля боя, нанося им по 100 очков урона за 5 секунд. А как понять, куда он его выбрасывает? Не знаю, куда он его выбрасывает. Давай смотреть далее. Так. Сатир бежит. Ну. Хорошо. Справляемся вроде потихонечку. Вот здесь нет прокачки. Сейчас мы сделаем с вами. Хотя бы вот поток стрел на одну единицу прокачиваешь, уже, ребята, хорошо. Уже польза будет. Уже польза огромная для нас. Так. И тут надо часового какого-то сделать. Ты что-то залютовал, братуха. Тебе не кажется? Ты смотри, что он делает. Он, ребята, только вылазит и выпускает. Ну-ка. Подбили. Так. Вот здесь надо прокачать. Да? Часовой. Давай посмотрим, блядь, что это за часовой. Кто-нибудь видит? Я никого не вижу. Никакого часового вообще нету. А в чем прикол? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Друзья мои, это что такое? Что за беспредел? Шмыгу, шмыгу, бомби. Ари вам. Ай. А как тут быть-то? Давай в камень его. В камень этого шмыгу-дрыгу. Давай я подкрепление сюда призову. Нет! Чуть было шмыга не пролетел, а? Мои друиды просто успели появиться и... Все, обошлось. Мрачный садовник. Вот так вот. Чтобы мы, ребята, здесь могли... Фу! Опять увлекся. Даже не увидел, что это была последняя волна, оказывается. Но, тем не менее, ребят, на три звездочки, как ни крути, мы прошли. Открыт новый герой. Кто же? Так, это у нас, ребята, стежок. Рац и стежок. Так. На 5 секунд превращает до 10 врагов в союзных тряпичных кукол. Стежок бросается в бой, оглушая врагов и нанося до 72 очков урона на 3 секунды. Рац заклинает случайный предмет и швыряет его в цель, нанося от 25 до 45 очков урона. Бросает в бой 4 зайчат. При столкновении они взрываются и наносят по 30 очков урона по площади. Чем-то мне напоминает это, знаете, что, ребята, игра вторжения. Помните, играли? Кролики, суицидники. Вот что-то типа того. На 3 секунды превращает врага со здоровьем в 200 и менее в союзную тряпичную куклу. Слушай, ну неплохой чувак. Наверное. Но я хочу просто Оривана докачать до 10 уровня. Мне он помогает. Он крут, на самом деле. Так, а здесь мы сможем с вами... Подкрепление получает оружие дальнего боя, которое можно использовать против наземных и летающих врагов. Вот это, кстати, крутенько. Это мне, я думаю, пригодится. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Kingdom Rush Origin. Так что всем пока и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok